Зал наполнился выпускниками в мантиях и конфедератках, роскошных платьях и костюмах. Значит, самое время начинать. Первым с приветственным словом выступил декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский. Он окунул всех гостей в воспоминания, напомнив о том, как выпускники, сидящие в зале, только начинали свой путь студента. А теперь с большим багажом знаний вышли на новый этап своей жизни, будучи дипломированными специалистами. Первыми свои дипломы получили ребята, окончившие учебу с отличием. Их труд и усердие не остались незамеченными. Они потрясающие, они креативные, добрые, отзывчивые, очень романтичные. Это совершенно другой темперамент и какое-то очень нежное, вдумчивое открытие мира. Каждый год мы удивляемся тому, насколько необыкновенные поступают к нам студенты. И хотя говорят, что сейчас современная молодежь не так много, может быть, ориентируется в классике, в классической литературе или еще в каких-то традиционных для гуманитарих предметах. Но, тем не менее, это удивительно тонкие в творческом плане личности, которые просто ищут свой путь. Следующими свои заветные дипломы вышли получать выпускники кафедры национальных и глобальных медиа. С поздравительной речью выступил заведующий кафедры Васил Гарифуллин и также пожелал ребятам успехов в их дальнейшей творческой деятельности. Он пригласил на сцену преподавателей, которые долгие годы шли рука об руку со студентами. Поддерживали их начинание и даже самые необычные идеи. Я умудрилась поучаствовать в двух очень классных проектах. Первый проект был иммерсивный театр, в котором я приняла участие и как организатор, шоу-ранер, так же, как и актер. И второе, за время обучения мы учились писать истории, рассказы. И один из рассказов теперь красуется в национальной библиотеке. Он теперь выглядит как маленький такой красивый комикс в одном большом сборнике. Практика, теоретические материалы, творческое развитие. Я бы, наверное, сказал еще так же научная деятельность, поскольку с Юлей Валентиновной занимались научной деятельностью, написали статью по адаптации человека и искусственного интеллекта в творческой деятельности. Поэтому в целом интересно. Следующими на очереди были ребята, которые на протяжении своего обучения не только учились освещать новости, но и были их непосредственными создателями. Закадровый, блиц, стендап – и это все про телевизионщиков. С поздравительной речью выступила заведующая кафедрой телепроизводства и цифровых коммуникаций Юлия Андреева. Она поблагодарила родителей, преподавателей, сотрудников университета и, конечно, самих ребят за вклад в родную Альма-Матер. Ведь каждый из них оставил в ней частичку себя. Поэтому на сцену были приглашены и сами выпускники – как бакалавариата, так и магистратуры. Это, конечно же, грандиозные события, особенно когда заканчиваешь магистратуру, совершенно другие ощущения, чувствуешь себя намного взрослее. И то, что сейчас – это своеобразная дорожка, открывается совершенно в новый путь, когда ты уже серьезнее, ответственнее и более понимаешь, куда ты двигаешься и что тебя в дальнейшем, возможно, ждет. За время обучения мне больше всего понравилось то, что есть возможность попробовать себя в различных ролях именно в процессе телепроизводства. Это от монтажера до оператора, режиссера, сценариста, вообще полный спектр. Вообще, самое ценное, наверное, в учебе, в университете конкретно, это то, что выстраивается коммуникация такая, что вы с преподавателем не просто как учитель-ученик, а вы коллеги. И из этого вытекает то, что вы свободно можете дискутировать на любые темы. Вы, может быть, не согласны с чем-то, и это здорово, потому что вы можете в процессе какого-то диалога прийти к чему-то совершенно новому. Я за время в университете, в принципе, мне кажется, максимально погрузилась во все, что только можно здесь, все возможности использовала. Так вышло, что даже получилось поработать на студенческом телеканале «Универ ТВ». Полет птицы начинается с желания взлететь. Вот самое главное на протяжении всей нашей совместной творческой работы в высшей школе журналистики на кафедре телевидения, телепроизводства цифровых коммуникаций, сохранить за нашими студентами вот это желание полета, взлететь и осваивать новые горизонты, новые свои, свои новые вершины. Поздравить ребят пришли и выпускники прошлых лет, которые рассказали о своей жизни после университета и сказали на пустынные слова. Таким же трепетным стало и появление преподавателей. Некоторые из них даже пустили слезу. Ведь это непросто – видеть, как совсем недавно пришедшие студенты стали настоящими профессионалами своего дела. Церемония вручения дипломов стала не только символом завершения учебы, но и началом нового пути в профессиональной деятельности для каждого выпускника. Но мудрость и знания, полученные во время обучения, всегда будут помогать им. Кристина Отёкина, Богдан Священко, Универ Новости.